По поводу большой книги, которую вы взяли. Вы взяли большую книгу, упомянули в своем посте об этом мероприятии Макушинского, которому многие пророчили победу. Вы читали «Пароход в Аргентине»? Я упомянул Макушинского, ссылаясь на речь моего товарища Вадима Левенталь. Он сказал, что если бы... А вы не знакомы с Алексеем? С Макушинским? Я бы с удовольствием с ним познакомился, но я скрывать не буду. Я читал его интервью, у него спросили, как он относится к Прилепину. На что Макушинский сказал, хуй с Прилепин, сказал он. Поэтому я решил... Но он в Германии живет, хотя в Германии Прилепин признается. Он прекрасно знает, кто я такой. Он продемонстрировал некий свой как бы... Но это нормальная такая ревность, это нормальная цеховая такая... И мы там вполне приветливо поздоровались на большой книге. И все. Я не читал его книги, потому что она мне не попадалась в руки просто. Не потому что я... Мне как раз интересно. Потому что я очень люблю книги его отца, как ни странно, Анатолия Рыбакова. Я их с детства люблю. Я сейчас, может быть, я не получил бы той степени удовольствия, которую я получал тогда, но я был поражен. Сейчас другой контекст, да? По-другому совершенно. Вот и дети Арбата, и вообще все вот это воспринимается абсолютно иначе. Иначе. Но сам типаж, он крайне интересный. У нас же, понимаете, он воспринимается, Анатолий Рыбаков, как человек такой вот, либеральный взгляд, который принес нам вот всю эту правду. Сталинизм. А мало кто помнит, что Рыбаков был левак до самого конца. Он же троцкист. Он был законченный левак. Он не такой левак, как при этом, мы вам скажем. Но тем не менее. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова